В другом культурном центре города, доме Витберга, открылась выставка картин Геннадия Носкова. Выставка работает ежедневно с 10 до 17 часов, кроме выходных. Вход свободный. Кстати, еще 10 лет назад о бесплатных выставках в старинном особняке мечтать не смели. Тогда, в 2005-м, здание было закрыто и рушилось на глазах после нескольких пожаров. Мы продолжаем серию сюжетов в рамках праздничной рубрики в честь дня рождения нашей телекомпании. Сегодня вернемся на 10 лет назад и вспомним, как пытались восстановить городской памятник архитектуры. Праздничные сборы, презентации книг, творческие вечера. В скромном, но светлом зале дома Витберга это было возможным еще в 1999 году. Здесь собиралась вязкая интеллигенция. То есть, это не просто был дом чиновницы Жмакиной, а это было место для общения, для творческого, для духовного общения, прогрессивной части вязкого населения. Здесь были и врачи, и музыканты, и художники. Редкий памятник в стиле классицизма. Ухоженный постриженный сад, аккуратный узорчатый забор. Облик усадьбы со времен Александра Витберга сильно изменился. Опустел он в 2001 году. И, в общем-то, я думаю, ни у кого, абсолютно, ну мало, я думаю, может быть, единицы оптимистов оставались, которые надеялись на то, что дом будет восстановлен. Андрей, что вовнутрь-то попадешь? 2004 год. Череда пожаров. Дом Витберга горел, пока не нашли инвестора. Сейчас от прежнего дома почти ничего не осталось. Только мечты тех, кто хочет его сохранить. На первом этаже, как и было раньше, там останется зал, не очень большой, для, как раньше в дворянских домах, были залы с импровизированной сценой. Второй этаж, согласно мечтам, перейдет инвестору. Реконструкция идет за счет концерна «Росстрой». Бюджетных денег здесь нет, а работ планируется множество. В том числе, почти полная замена сруба. Хотелось бы, конечно, надеяться на администрацию области. То есть, все-таки были обещания федеральные, деньги должны были поступить, но так нам все обещаниями, как говорится, осталось. Ну, надеемся вот на администрацию. Борис Лурье, архитектор из Москвы. Реконструкция дома Витберга под его контролем. По мнению мастера, этот сезон для архитектурного памятника потерян. Каждый год для памятника просто губителен, потому что он стоит без кровли. Сейчас зима. Зима может поставить точку на этом доме, он рухнет. Зимой восстановить здание не получится, менять сруб будут только весной. Скоро усадьбе исполнится 200 лет. Возможно, к этому времени из бюджета области выделят хоть какие-то деньги на сохранение архитектурного памятника.